Здравствуйте! Вы смотрите программу «Наша культура». Каждую неделю мы рассказываем о самых значимых событиях в культурной жизни нашего края. Через несколько минут в Красноярском доме офицеров состоится концерт Красноярского камерного оркестра. Я не знаю, придет ли публика вообще сегодня. А Забочина говорит мне за час до концерта Леонид Жуковский. На улице первый по-настоящему летний день. Суббота, жара, кто придет? Вряд ли по этому поводу нужно волноваться, поддерживаю я музыканта, которому сегодня предстоит дебютировать на сцене не в привычной роли солиста со смычком и скрипкой в руках, а в совершенно новой ипостаси – дирижера. И если зрители все же придут, тем ценнее, значит это и будут настоящие поклонники музыки. Ценители. Подготовка к концерту всесторонняя, серьезная. Свет, видеооборудование, проектор. Только видеокамер я насчитал шесть штук, не считая нашей. Солисты стоят вот здесь, а дирижер – вот здесь. Вот здесь надо сделать крупный план, обсуждают мизанцены видеооператоры. Давай порепетируем. Вот я стою здесь, где Леня будет стоять. И сейчас попробуй, возьми меня крупным планом. Мне стало очень интересно дирижерское искусство, то есть, можно сказать, играть разную музыку, и камерную, и, может быть, симфоническую, я надеюсь, в дальнейшем, достаточно давно. Но так получается, что я получил образование в нашем институте искусств, в Академии музыки, как скрипач. Но хотелось бы дальше развиваться мне и как дирижера тоже. В институте дирижированию я не учился, рассказывает мне Леонид. Но сейчас активно беру уроки по дирижерской технике. Все, что связано с постановкой рук и передачей музыкальных идей, стараюсь наблюдать, слушать еще больше музыки. Ведь дирижер – это не только тот, кто, грубо говоря, машет руками. И вообще во многом разбираться, чтобы донести музыкантам свою интерпретацию музыки, передать через руки. Я давно хотел выступать как дирижер, рассказывает мне Леонид. «Михаил Иосифович Бенюмов увидел во мне этот интерес к делу и предложил сделать программу, где бы я выступил в этой роли. Я знаю наших музыкантов, с кем работаю и 10 лет, и больше, потому-то это и сложно, и ответственно, чтобы все не только сели-встали вовремя, но и главное, чтобы хорошо играли. Когда перед тобой музыканты-профессионалы и владеют колоссально своими инструментами, нужно что-то им дать, соответствовать. «Так, поиграем», – говорит сам себе Леонид, разбирая нотные тетради. «Вот здесь коннектится», – общаются технические специалисты, обеспечивающие видеосъемку концерта. «Здесь как раз коннектится». Дирижер еще в футболке и в джинсах, но вот уже взял скрипку в руки и унес ее со сцены. Очевидно, чтобы на замену вынести дирижерскую палочку. За сценой Марина Гаджиева, концертмейстер оркестра, жена Леонида Жуковского, репетирует прелюдию и аллегра Франца Крейслера. Ее поддержка сегодня Леониду не менее важна, чем поддержка Михаила Иосифовича. Сам маэстро будет во время всего концерта не на сцене, как всегда, а в зрительном зале. «Я так понимаю, что наступает новый этап в твоей жизни?» – спрашиваю я музыканта. «Да, очень, очень хочу этим заниматься», – отвечает мне Леонид. И я вижу, его глаза горят. Хочу профессионально это продолжать. Надо дальше получать специальное образование. Занятия по технике, они и сегодня идут. Но академическое образование очень важно. Профессия очень сложная. И у тебя когда-нибудь появится свой оркестр. На данный момент у меня есть счастливая возможность, предоставленная Михаилом Иосифовичем с этим оркестром. «И это самое ценное сейчас», – отвечает мне Леонид. Я читаю в книге отзывов заглавие для зрительских мнений о концерте. На развороте черным по белому написано «Молодежь наступает». Время идет, и очень хорошо, когда на смену артистам, которые вступают в пожилой возраст, приходят молодые, талантливые, жаждущие творчества артисты. Вот недавно у нас, 27 числа, был концерт в малом зале в филармонии, где выступали Римма Бенюмова и Мария Бенюмова. Вот, в качестве дирижера и скрипача сегодня бенефициантом является Леонид Жуковский. Исторически так сложилось, что первые дирижеры были капельмейстеры оркестра. Первая скрипка. Он сначала дирижировал смычком, затем уже дирижерской палочкой. С усложнением музыки в 18 веке увеличением состава оркестра дирижер стал просто необходим. Его эволюция совершенно закономерна. Оркестром нужно было кому-то управлять. «Пожалуйста, проходите», – встречает на входе зрителей администратор. И я вижу, что Леонид волновался напрасно. Зрители идут и идут, наполняя просторный зал. Начали без лишних слов. С чистой музыки, с вивальди. Две скрипки на авансцене, оркестр чуть в глубине. Сегодня Леонид Жуковский, конечно, здесь главный. Это его концерт. Музыка течет, как вода в венецианских каналах, изображенных на экране. Музыканты играют ее на фоне прекрасного города, многолюдного, изнывающего от жары, который радует своих жителей лишь прохладными бризами, приносимыми из залива. Так и эта музыка спасает сегодня красноярцев от летнего зноя. Неся со своими звуками и тут же разделяя прохладу в головы и жар в сердца. А зритель за этим и приходит. Ведущая концерта Юлия Познякова рассказывает, в программе не опечатка. Все правильно там написано. Синфония. Буква Н в этом слове не случайна. Именно синфония. Синфония – жанр, который сложился в европейской музыке в 16-17 столетии. Это небольшое оркестровое произведение, трехчастное, как правило. Оно выполняло роль вступления к более крупному сочинению, часто театральному. Выполняет ту же самую роль, которую сегодня делает Увертюра. И вот Феликс Мендельсон в 13 лет написал несколько сочинений подобного рода. Среди них и «Синфония», которая прозвучит сегодня. Она написана в баховском стиле. Бах был одним из кумиров Мендельсона. «Не надо, не надо хлопать». Останавливает соседку по ряду одна из зрительниц. Не аплодирует между частями произведения. Нельзя. «Ну а нам-то как-то хочется поблагодарить музыканта», – отвечает ей шепотом поклонница. «Поблагодарите в конце произведения, после третьей части». Конечно, музыканты молодцы. Все сыграны. И эта музыка сейчас полностью гармонирует с тем временем, когда дирижерская профессия только зарождалась. И дебюту Леонида Жуковского она подстать. И мы видим, что уже растут новые дирижеры. «Вот теперь хлопайте, можно!» – информирует соседку строгая слушательница. Хотя и так всем понятно, что уже можно. Можно благодарить за музыку. Мы в Красноярском институте повышения квалификации. Здесь одним из преподавателей Игорем Поликарповичем Пелем за 30 лет создана уникальная коллекция произведений красноярских художников. «Учитель не должен быть только предметником. Он должен овладеть огромной суммой культурных знаний. Иначе он просто не имеет права прикасаться к детям». Пересказывает мне в двух словах концепцию образования педагогов Юрия Васильева, человека, который руководил этим институтом в течение 20 лет. Мы стоим у его портрета, созданного художником Валентином Коротковым. Именно при Васильеве 30 лет назад началась формироваться уникальная, аналогов я лично не знаю, художественная коллекция института. А инициатором этого стал Игорь Поликарпович Пель. «Пель был настолько ярким человеком, вспоминает Елена Юльевна, что все, кто с ним соприкасался, уже никогда не могли его забыть. Человек как звезда сиял. Он 40 лет отдал этому институту. Из них 30 лет формировал эту коллекцию. В прошлом году он ушел от нас». Игорь Поликарпович Пель был настоящим подвижником искусства. Всю свою жизнь яростно, неустанно проповедовал любовь к красоте. «Слушатели с удовольствием идут, слушают. И где они еще могут такое услышать и увидеть? Потому что сколько я не был на выставках, я здесь учителей не видел. Тем более там где-то в селах еще сложнее. А здесь они просто со всей Красноярской художественной школы встречаются». Сегодня художественная коллекция института насчитывает более 250 работ, 60 красноярских художников. И все под девизом «Только лучшее и только красноярское». Это была основная установка Игоря Пеля и Юрия Васильева. «Это совершенно профессионально организованная коллекция, именно коллекция, а не собрание картин красноярских художников, произведений красноярских художников. Это не только живопись, это и графика, небольшая коллекция, но очень качественная коллекция графики и декоративно-прикладного искусства». Началось все в 1986 году. Среди первых работ сразу же были мэтры красноярской живописи. Горинский, Сергин. Постепенно приобретались новые картины, много работ были подарены авторами, постепенно сформировались целые авторские экспозиции. Их разместили в учебных аудиториях. Это аудитория Титова, есть еще аудитория Кудринского, аудитория Рианеля, и вот здесь аудитория Аллы Николаевны Орловой. Проводит для нас экскурсию Виктор Николаевич Коновалов. И я вижу, что живопись красноярских художников непосредственно участвует в образовательном процессе. Аналогов этому я не знаю. Это учебное заведение, Институт повышения квалификации работников образования, непосредственно прямого отношения к искусству не имеет. Но то, во что институт превратился за 30 последних лет, также не имеет аналогов. На всех трех этажах института, в рекреациях и учебных классах расположились картины. Не просто картины. По сути, это музей красноярского искусства второй половины 20 века. Игорь Поликарпович Пель работал до этого завучем художественного училища имени Сурикова. С фирером в свое время, рассказывает мне Виктор Николаевич. А потом перешел к нам в институт. Лично знал всех художников края, и его знали все. Многие у него учились. Поэтому ему было проще и легче отобрать работы сюда. Приобрести. Мы исходили из чего, продолжает Виктор Николаевич. Поскольку через наш институт за год проходит около 20 тысяч учителей со всего края. Разных специальностей. И чтобы им встретиться с большим искусством, мы решили, что искусство должно прийти к народу. Прямо сюда, в учебную аудиторию. Вышел на переменки, посмотрел, полюбовался красотами Сибири. И дальше учиться. «Художникам здесь выгодно выставляться», рассказывает Степан Петрович. «Если выставку где-нибудь делают, смотришь, 3-4 человека там ее смотрят. Месяц она простояла, и все. Ну, прошло несколько сотен человек. А здесь огромная армия людей проходит. Тысячи человек. Каждый раз новых. Приезжающих к нам на учебу. Мы проводим экскурсии. Знакомим с авторами. Наш большой друг, Валерий Иннокентьевич Кудринский, сделал нашей галереей подарок», рассказывает собравшимся Степан Петрович Аверин. Он подарил портрет Игоря Поликарповича Пеля. Этот человек был талантлив во всем. Каждый его урок литературы был настоящее действо, спектакль. Он наполнял институт духовным содержанием. Он хотел, чтобы в нем была атмосфера творчества. Поэтому он делал музыкальные вечера, встречи с художниками, артистами, музыкантами, композиторами, спектакли ставил. Сейчас мы открываем это произведение. Он здесь просто копия, слышуя мнение зрителей. Очень похож. На встрече друзей художественной галереи зачитали письмо Валерия Кудринского. «Сегодня я хочу внести посильный вклад в святое дело укрепления памяти замечательного человека, профессионала с большой буквы, моего учителя, педагога, создавшего небывалую коллекцию художников-красноярцев в рамках учебного заведения». Вот эта работа Константина Воинова много раз была на выставках. Она каталожная. Иван Данилов сегодня здесь. У нас есть и его работы в коллекции. У нас есть 8 работ Тоева Васильевича Рянеля, рассказывает искусствовед. Есть две работы Андрея Геннадьевича Поздеева. Есть несколько работ Николая Рыбакова. Есть работы Сергея Теряева, Юрия Деева, его позднего периода. До этого он был классическим реалистом, пока не поселился в деревне. Керамическая школа представлена у нас. Олег Трухин, Алексей Беда. Это все музейный уровень. Как раз идея сама была в том, заключалась в том, что люди, приезжавшие из отдаленных и деревень, ну просто иногда очень маленьких, каких-то глухих мест, они знакомились, они первый раз, может быть, в жизни преподали, так сказать, к источнику, вот к такому живому, к оригинальным произведениям. Экспозиционная форма, искусство идет к народу, изобретена, конечно, давно. Но именно сегодня такая кураторская практика актуальна. То есть не в музей и галерею профессиональное пространство приглашать зрителя. А как говорил Иосиф Бродский, книжки стихов должны продаваться в супермаркетах рядом с хлебом, на соседних полках. Искусство должно не просто идти к зрителю, оно должно с ним работать, так, чтобы зритель ощущал себя в мире прекрасного буквально. Как в данном случае приобретать знания среди картин, детей воспитывать среди звуков музыки, гулять по городу в окружении архитектурных ансамблей, чтобы проживать жизнь, окутанную красотой, наполненную искусством. Это все на этой неделе. Увидимся на концертных площадках и музейных залах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова